Приветствую, уважаемых подписчиков, читателей и зрителей наших каналов. Напоминаю, этот отзыв – часть моей новой публицистической книги «Были ли Владислав Крапивин и Михаил Ахманов членами тайного общества Диск?». Она – сборник моих отзывов на книги указанных писателей с учетом их возможной конспирологической составляющей. Предыдущий отзыв будет на конечной заставке. Вот как выглядит обложка книги. Электронную версию книги можно приобрести на посылке под роликом. Повесть «Ветры Катраза» – шестое по внутренней хронологии произведения о приключениях Ричарда Блейда. Но его автор опять Михаил Ахманов, и оно впервые было издано в Российской Федерации в 1994 году. В сборнике «Ричард Блейд – герой». Там я его впервые и прочел, тоже в середине 90-х. Год, понятно, уже не помним, но произведение, на мой взгляд, несколько более откровенное, чем предыдущее. Вот как выглядит обложка книги. В нем достаточно четко просматривается мысль, что путешествия Ричарда Блейда по иным мирам не случайны. Он появляется в каждом из них именно тогда, когда он там больше всего нужен. И его появление многое в данном мире меняет. Меняет к лучшему. И потенциал этих изменений просто колоссален. Возникает вопрос, кто стоит за перемещениями Ричарда Блейда в иные миры. И он очень интересен. Особенно на фоне намека на богоборчество. Впрочем, от ответа на этот вопрос я еще очень далек. Посмотрим, что даст дальнейший анализ. На этот раз Ричард попадает в реальность, в которой мировой океан намного больше нашего. Ну а Земли, соответственно, намного меньше, чем у нас. И есть еще одно отличие. Этот мир населен не только людьми. Он населен тремя различными расами разумных существ. Впрочем, ясно, что эти расы имели общего предка. Этот предок был человеком. Хадрами. Это покрытая шерстью. Четырех руки существа. Нурами. Существами куда более крупными и куда более физически сильными, чем люди. Но во всем остальном от них не отличающимся. Ну и собственно людьми. И можно сказать, есть четвертая раса. Сануры. Это метисы, произошедшие от нуров и от обычных людей. Но они тоже по ряду причин сформировались в отдельные, живущие обособлено народы. Они несколько крупнее людей, но несколько меньше нуров. Технически катрас стоит на уровне 17-18 века. Но есть одна очень важная деталь. В силу того, что там мало земли, на нем нет нефти. Ну или во всяком случае она не обнаружит. Кроме того, цивилизация катраза не знает огнестрельного оружия. В остальном, однако, мир катраза не особенно похож на землю 17-18 веков. Он куда больше похож на мир античных цивилизаций. И в этом мире есть, так сказать, глобальная социальная несправедливость. Нуры фактически стали этнической олигархией катраза, эксплуатирующей остальные расы в силу своего серьезного физического превосходства. Чего, понятно, Ричард с его характером никак не может принять и вокруг чего, собственно, и закручена вся эндрива. Есть еще одна важная деталь. Напоминаю, перемещения Ричарда в иные миры были побочным результатом совершенно другого эксперимента Лорда Лейтона. Он хотел научиться закачивать знания в голову человека непосредственно, через специальный компьютер. А компьютер вместо этого почему-то взял и начал перемещать подопытного кролика Ричарда в иные миры. Но на этот раз Лорд Лейтон опять взялся за старое, и ему это почти удалось. Переместившись в катраз, Ричард однажды обнаруживает, что знает практически все, что знает человечество. И может вспомнить любую книгу, написанную когда-либо. При этом, понятно, он этой книги никогда не читал. Но именно это и сыграло с ним злую шутку. Он однажды, неожиданно для себя, стал сторонником непротивления злонасилия. Вначале он попал на катразе на остров, тропический и изобильный, и необитаемый. Поэтому проблемы голода и холода у него, понятно, не было. Но ему там особенно было нечем заняться. И от скуки он начал вспоминать, перебирать, так сказать, в уме все эти бездны своих новых знаний. И однажды углубился в дзен-буддизм. И стал убежденным, непротивленцем, злу, насилием. И это могло закончиться очень и очень плохо. Его на острове обнаруживают хадры. Они, можно сказать, раса китобоев. И их дом корабли. На берегу они бывают только тогда, когда продают добычу. И они не воины. Они именно рыбаки. Напоминаю, на катразе воды куда больше, чем земли. Даже пропорционально к нашей земле, по отношению к нашей земле. И на корабле ему находят работу. Ему поручают чистить ножники. И он покорно тянет эту лямку и тянет ее достаточно долго. Поскольку он теперь не противленец. И он даже не думает протестовать. Поскольку боится причинить какой-либо, даже самый маленький вред. Любому живому существу. К счастью, случайность помогла ему избавиться от своих новых убеждений. И он в очередной раз тряхнул этот новый мир. И так тряхнул, что мало никому не показалось. Вначале он нашел способ стать хозяином на корабле Хадрова. Причем без физической силы. Используя только свой ум, знания и науки. А дальше, когда они признали его за хозяина. Он сам предлагает Хадрам продать его в рабство. Дело в том, что на катразе есть особый вид рабства. Там очень ценятся рабы-охранники. Рабы-воины. Которые умеют. Ну, в общем, мастера, так сказать, в деле безопасности. Он, понятно, надеется, что такое рабство сможет помочь ему себя проявить по-настоящему. На корабле Тарабадском многого не добьешься. И Хадры выполняют его волю и продают его. Но только вот не в качестве рабов. Выясняется, что есть один остров, который периодически за очень большие деньги покупает себе правителя острова. Не больше и не меньше. Так сказать его генерал-губернатор. Требования к такому правителю одно. Он должен быть великолепным бойцом. Вскоре выясняется, зачем это данному острову. Он под властью Нуру. Как, впрочем, и почти весь катраз. И раз в три года правитель острова должен насмерть сразиться с одним из лучших воинов Нуров. Остров под властью Нуров уже 500 лет. И за эти 500 лет поединка у Нура никто не выиграл. Всего нескольким правителям острова удалось выжить в этих поединках. Но они остались покалеченными. То есть это акция устрашения, которая безотказно работает уже 500 лет. Остров даже не смеет мечтать о восстании. Но и дальше начинает раскручиваться настоящая интрига повести. Она, понятно, начинается поединком, но заканчивается большой войной. Добавлю, Ричард, как всегда, не только весь по горло в борьбе, но и весь по горло в любви. Но нужно отметить, что любовная интрига этой повести достаточно необычна. Поскольку помимо трёх женщин, официально ставших его женами, на катразе многоженства, он встречает ещё одну женщину. Сестру. Женщину, удивительно похожую на него внешне. И она тоже влюбляется в него. Хотя какой-то период она искренне верит в то, что она его сестра. В конце повести становится ясно, что в результате очередной большой личной войны Ричарда, теперь уже против Нуров, господство Нуров над катразом заканчивается. В войну с Нурами на определённом этапе вмешиваются сануры. Сануры, понятно, тоже оказались очень сильным народом. Но самое главное, Ричард научил их делать порох, стальные арбалеты, а также приёмом ведения войны совершенно неизвестным на катразе. И повторяю, всё это, похоже, было запрограммировано. Было древнее предсказание, что это произойдёт. И был меч, которому было суждено изменить этот мир, покончив с олигархией Нуров. И этот меч, понятно, совершенно случайно достался Ричарду. Вот только случайно. Самое же главное, на катразе нашёлся человек, которому Ричард смог передать этот меч. Он встретил не только сестру, но и брата. Одного из признанных вождей сануров, который внешне совершенно не отличается от Ричарда. Они похожи, как братья-близнецы. Именно их встреча позволяет не только изменить катраз, а изменить его правильно. Главное же, отлично показано, что ничего бы не изменилось в этом мире к лучшему, если бы Ричард, как всегда, не проявил себя в нём воином, а стал бы проповедником, призывающим, который, как перефразировал один юморист, известную песню Шуры, травить бобров на всей земле, травить бобров харькам на радость. Мудрость, что дзен-буддизма, что других религий, которые учат, что мир нельзя изменить к лучшему насилию, на практике оказалась откровенной и совершенно непроходимой глупостью. Главный принцип мировоззрения Роберта Бартини, который лучше всех, на мой взгляд, сформулировал Иван Нефремов в романе «Час быка», сформулировал словами Файродис, руководствуясь достойными намерениями «Я смею всё», здесь проявил себя как нигде. И именно это дало реальный эффект, а не призыв травить бобров. И вернувшись на землю, Ричард поставил перед лордом Лейтоном условие больше никогда не проводить к ним экспериментов, которые лишат его способности убивать. И Лейтон был вынужден это условие принять, поскольку до него, даже до него дошли, что великий гуманизм и великая мудрость только чудом не угробили Ричарда. Думаю, именно это главная мысль данной повести, и думаю, она совершенно не случайна, созвучна с главной мыслью романа Ивана Ефремова «Час быка». Безусловно, рекомендую повесть прочтения. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики, какие именно вы видите на конечных заставках. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!